всем привет с вами стильская писташка сегодня поговорим про очень хорошее растение удивительное это седум который многолетнее растение именно семейства толстянка седум вот он перед нами который можно выращивать саду на участке потрясающей красоты растения сейчас уже середина ноября и вот представляете даже при больших заморозках он при наличии снега продолжает вот так вот совершенно вероятность просто красоты растения она произрастает практически по всему миру и в африке и в корее в америке в евразии это суккулентное растение очиток или седума называется семейство толстянковое оно многолетнее также есть кустарники и полу кустарники размеры у него совершенно разные вот 30 до 80 сантиметров они бывают у седума именно у очитков очень большое количество разнообразные видов порядка 600 они разные формы разные у них соцветия все очень интересные отличаются они своей неприхотливостью любят они песчаные такие засушливые так сказать неплодородные почвы и как раз чтобы они хорошо росли они не любят застой воды соответственно если соблюдать такие вот условия то всегда будет обильное цветение и кустики они не распадаются то есть они любят это камушки песчаную землю хорошо очень смотрятся с большими камнями в альпинариях их можно сочетать с другими растениями с хвостами они очень хорошо смотрятся из-за разновидностей их конечно очень много вот например красивый очень камчатский очиток голландские у него листья бордового такого насыщенного цвета матрона очень популярный такой сорт пурпурный есть красный нежно-розовый белые соцветия собраны в мелкие соцветия и звездочек обрамляет листва разных оттенков тоже бывают и совершенно ярко-зеленые темно-зеленые вот такие вот удивительные просто растения хочу по ботаническому описанию сейчас прочитать вот это листья значит у нас какие мясистые вот можно поближе хочу показать такие вот листочки достаточно плотные как в принципе у всех суккулентов они такие мясистые еще можно сказать полезны для здоровья листья мясистые цельные обычно очередные и сидячие цветки и звездочные актиноморфные обоеполые собраны в зонтиковидные щитковидные или кистевидные плотные соцветия цветет очиток летом он начинает зацветать с августа месяца и цветет он вплоть до заморозков вот как я уже говорила сейчас середина ноября уже заморозки уже снег и вот можно увидеть да что растение также цветет собственно очень красиво выглядит и выдерживает это растение морозы до минус 30 градусов соответственно можно не бояться в любых регионах где и заморозки высаживать как многолетник и каждый год она радуется собственно особенно красиво это выглядит действительно когда уже снег и эти цветы покрывает шапки снега поднимут все таки такие вот красивые цветочки именно конкретно вот этот вид который вот у нас сейчас представлен это видный бриллиант называется почему бриллиант потому что именно у этого сорта именно у этого вида когда проходит дождь и вода она остается на соцветиях в каплях которые они большими каплями остаются по стерде и которые переливаются как бриллиант вот таким образом как-то устроен так то что капли не впитывает через такие вот достаточно близко друг к другу цветочки растут вот они вот таким вот образом и вода остается сверху и переливается на солнце получается просто такое такое волшебство красиво на фотографиях можно посмотреть что еще про этот сорт хочу сказать его можно пересаживать и размножать в течение любого периода времени то есть в течение лета осени можно делением куста его размножать его можно укоренять и соответственно также он из семян произрастает совершенно просто потому что он опять же да неприхотлив его можно и семян также легко выращивать и радоваться его цветению также хочу сказать что на срезке этот цветок он тоже такие показывают чудеса потому что он может там воде стоять на срезке вплоть до месяца то есть весь месяц так вот может в воде очень красиво абсолютно свеже выглядит хотя суккуленты допыть они так обычно не встречаются на срезке но тем не менее можно вот такой вот выращивать чудеса в своем саду также здесь картинка суккуленты у меня про домашнее растение и вообще суккуленты много домашних суккулентов что здесь именно пишут про седу отчиток виды этого рода растут в америке африки евразии травянистые и кустарничковые растения некоторые европейские и азиатские виды в средней классе россии можно выращивать в открытом грунте остальные седумы в целом неприхотливы за исключением света при недостаточном освещении их листья становятся менее ярко окрашенными а стебель тянется то есть им конечно же нужно именно если высаживать их на солнечное место тогда они будут идеально просто цвести из азиатских видов в комнатной культуре чаще встречаются миниатюрный седум линеари с тонким узколоцентными листьями и круглорисный ампельный изи болди у обоих видов есть сорта с желтыми полосами и пятнами а также мексиканские суккулентные виды ампельный и марганиану с глубоко лиственным стеблем хочу что еще сказать про родину этого растения родина конечно же это восточные страны это китай япония и корея как мы знаем в корее особенно популярна что практически близ каждого дома высаживается из растений такой мини сад чтобы обязательно был водоем обязательно были какие-то растения очень популярны конечно же суккуленты и соответственно они создают такую очень выражительную атмосферу вот такое небольшое видео про суккуленты на яблеское чудо с вами была седельская фисташка и до новых видео всем хорошего состояния всем пока пока пока